Пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Этот перекресток не раз попадал в заголовки СМИ. Причина – десятки аварий. Чаще всего они происходят из-за того, что водитель пытается проскочить на желтый сигнал стафора или, хуже того, на запрещающий. Именно поэтому на данном участке дороги с 31 июля появятся новые камеры. Все данные участки характеризуются у нас по итогам аварийности 2021 года как места концентрации ДТП. На данных участках либо фиксируются нарушения на запрещающий сигнал светофора, как основная причина ДТП – это либо наезды на пешеходов, либо столкновение транспортных средств. Или еще одна причина – водители просто спешат и даже не пропускают людей на пешеходных переходах. Это не единственный участок, где вы можете попасть в объектив камер с 31 июля. Таких по городу будет семь. Это пересечение улиц Северо-Западная и Юрина, Энтузиастов и Солнечная Поляна, Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады, а также пересечение проспектов Ленина и Строителей в районе пешеходного перехода по улице Малахова 119 и в районе строения 64 по проспекту Красноармейскому. Я против. Если кому надо, знаешь, это соблюдят правила, а не без этих, без камер. За или против камер? За. Почему? Безопасность. За, конечно. Почему? Гораздо безопасно будет, если везде камера будет стоять. Так что нужно оставить. Я всю жизнь назаравлен. Потом, ну, если взять госплугу, знаете, сейчас посмотреть, в течение 5 лет, ну, один раз стоп Лена проезжал. Я точно помню, на Никите, на Партизанской, все, больше в ней не было нарушений. Камеры на перекрестках следят. Это у нас выезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп Леню, нарушение полосности при повороте на перекрестках. Также комплексы фиксируют и скоростной режим. То есть у нас есть такие участки, где именно даже на перекрестках у нас ограничена скорость движения. Камеры появятся и здесь, на проспекте Ленина, где уже нанесена так называемая выделенка. Но водители все равно по ней ездят. Может быть, не так часто, как на проспекте строителей, но все же. И в этом случае на проспекте Ленина оставлять свой транспорт в парковочных карманах тоже запрещено. Но, как мы видим, жители города Барнаула к этому еще не привыкли. Несмотря на все запрещающие знаки и сплошную полосу, карманы все забиты. Но с появлением камеры эта ситуация изменится, ведь штраф за езду по выделенке сделает ваш кошелек легче на полторы тысячи рублей. Дмитрий Дроздов, День с толком.